Я с вашего позволения налью виски, сейчас выпью расскажу. Не спим уже третий или четвёртый час, тайфун бушует, вообще все нервы разошлись прям, один ребёнка вроде спит, второй нет, боится. На втором этаже спали, перешли на первый, потому что дом шатает, ужасно как. Я не знаю сколько в Японии живу, такого тайфуна вообще не видела, страшно всё закатывается. Просто весь трясёт дом, ходу на такой витрина. Ужас. Когда это кончится, неизвестно. Завтра детей в школу, в сад, конечно, наверное. А там фиг его знает, он тайфун бушует, а через час солнце выйдет. Со второго все сползли, детей перенесли. Лежим. Может, виски-то выпью немножко, полегчает, а то вообще прям давление прёт в бошку от этого звука, гула, сильный ветер, дом начинает трястись и прям всё уже до трясучки. Сучки. Дом-то старый, глядь, боишься, ёпнется, дом-то в тартарары и накроет нахуй нас всех. Когда же это закончится-то, Господи? Не поминайте лихом, если чё. Да за себя не страшно, за детей страшно. Сама всё отжила. Чё-то я маловато налила, ещё сейчас налил. Господи. А муж ушёл на второй этаж спать. Как он там спит? Вот так вот всё, блин. Всё, последнее. И закусывать ничем не охота и разбавлять не охота. Сейчас прокашляюсь. Фух, какая же галость, Господи. Кто её введёт? Ну а то сосуд какой-нибудь разорвётся, всё трясёт. Первый раз такое, ну пошатало. Я, знаешь, когда тайфун надвигается, и это как-то, знаешь, смехуёчки. Ах, ветер. А в новостях-то, в новостях-то, ой, тайфун, ой, дождичек польёт, да и всё. А сейчас, вот, говорит, в Америке тоже что-то страшное произошло. Муж говорит, что климат меняется. Первый раз такой сегодня. Ужас. Пойти глянуть, что там на улице. Донесёт. Хоть и 100 килограмм веса. Это ещё у нас сзади гора. И мы знаете, как в низинке. А что творится тогда наверху с домами? Это ещё гора, вот, рядом стоит. 5 метров. Тут дом стоит. И там возвышенность. Ну, как-то в какой-то низинке. А что там-то наверху? Вот, полегчало, сакет выпил. Чего я не выпил сразу? 4 часа тряслась. Под подушкой лежит. Боится тоже. Страшно есть куай? Да. А малой вон храпит. Малой всё нипочём. Сказал ему, вот, под подушкой лежи. Если чё, то хоть подушка санартизирует. Можно я посмотрю, что там на улице-то? Там и нам. Лене? Там и нам. Ой-ой-ой-ой, дверь не откроешь. Ой-ой-ой, всё повалило. Всё повалило. Всё повалило. Пойдём, папе, сходим, сходим. Не бойся, пойдём. Иди. Осторожно, тут стой мы перенесли. Слышно? Что там творится? Тайфун прогремел у нас. Утром объявили, что школа и сад выходные. Вот вчера сын купил. Говорит, мать, приготовь, хочу. Но не знаю, насколько я сделала... Что? О, ещё захотела. Насколько я правильно сделала тут. Ну, тут как-то всё просто. Добавь 100 миллилитров молока, одно яйцо и один пакетик. Вот он, он пакет. Добавила, жарю, короче. Всё, всё, почти поели. Любят они панкейки на молоке. Я-то как-то люблю там на сметане сделанные. Или на кефире. А они на молочке любят. Ну, ладно. Ну как, вкусно? Да. И даже с мёдом вкусно. Ты раньше мёд не ел. С мёдом-то вкусно. А что молочка себе не налил? На сухую. Молочко. Налить молочка? Получается разрезать семян? Да. Только тарелку вниз не урони. Молодец. Ножом ты ловко орудуешь. После тайфуна на следующий день нам нужно идти в бассейн заниматься. Нам позвонили с утра из бассейна и предупредили, что автобус навряд ли вовремя доедет, и вы успеете на занятия. Поэтому мы отправились пешком. Ждали-ждали автобус 20 минут. На кое-какой сели с пересадками. Доехали до станции, потом на поезд. Поезда у всех там расписаний нет. Вот дождались обычный поезд, приехали. И вот теперь мы пришли. Сейчас пообедаем где-нибудь и пойдём в бассейн. Вот такой тайфун всё-таки затруднительно, да. Везде мусора много, травы, поваленных деревьев. Мада! О! Мамгали очень огорч Fact! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА